Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я хочу познакомить вас с книгой «По ком звонит колокол» — один из лучших романов американского писателя Эрнеста Хемингуэя, вышедшие в 1940 году в список бестселлеров за 1940 и 1941 года в США. Эрнест Хемингуэй — знаменитый американский писатель, лауреат полицеровской и нобелевской премии. О чем бы он ни писал, о войне и любви, о море и рыбной ловле, о кориде и боксерах, печать его личности ложится на страницы с такой мужественной силой и четкостью, что спутать прозу Хемингуэя с чьей-либо еще невозможно. «По ком звонит колокол» — это роман «Ода» — истинной любви, истинному мужеству. Это «Ода» — человеку, принявшему на себя ответственность за происходящее в мире и пожертвовавшему собственной жизнью ради спасения других. Это полная трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную гражданской войной. Блистательная и печальная книга о войне и любви. В романе описано военное время со всем своим колоритом, но при этом есть место любви, надежды и жажды к жизни. Только жизни эту главному герою нужно прожить за несколько дней. В эти несколько дней герой встречает лучик света, девушку, в которую влюбляется, а вокруг война и важное задание. Если жизнь на войне, Хемингуэй доказывает, что есть. На войне можно любить, быть смелым, преданным или быть трусом и ненавидеть всех. Прекрасно изображен каждый герой романа со всеми чертами характера. Замечательный стиль изложения. Хорошо показаны одни из самых главных пороков людей – трусость и предательство. Это книга о войне, какая она есть на самом деле, грязная, кровавая, бесчеловечная. Это книга о любви, мужестве, самопожертвовании, нравственном долге и выборе, ценности каждой человеческой жизни, как части единого целого. Каждый увидит в этом романе что-то своё. Кто-то излишний пафос, кто-то страсть, нерв, эмоции, кто-то из вечный конфликт, любовь и долг, а кто-то иллюзию на сегодняшнюю ситуацию в мире. Ибо никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе. Потрясающая книга, которая достойна вашего внимания. Субтитры создавал DimaTorzok